На календаре середина осени, но предстоящая зима не застанет расплох славянских энергетиков. Уже сделано очень много, чтобы встретить самое холодное время года во всеоружии. Энергетики уверенно выполняют намеченный объем работ к зиме, обеспечивая их высокое качество. Уже ранней весной началась реализация масштабной ремонтной программы филиала Россети Кубань «Славянские электрические сети» по подготовке объектов электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Для надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок на территории Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов отремонтировано свыше 70 трансформаторов на подстанциях, почти 114 тысяч километров линии электропередач, расчищено порядка 107 гектаров просек. Специалисты провели на энергообъектах техническое обслуживание и замену отработавших свой ресурс трансформаторов, разъединителей и другого подстанционного оборудования. Годовой план ремонта выполнен на 88%, а по отдельным показателям перевыполнен. В настоящее время славянские электрические сети продолжают замену провода на современный самонесущий изолированный провод СИП, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Он устойчив к различным погодным факторам, имеет минимальную вероятность коротких замыканий, безопасен для людей, а также обеспечивает защиту от несанкционированных подключений. В данный момент проходит реконструкция воздушной линии, замена голого провода на самонесущий изолированный провод. Линия 0,4 кВ, которая предоставляет электроснабжение абонентам. Она была выявлена в дефекты. Уже мы заменили около 600 метров провода этой линии. Это идет в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, дабы дать хорошее качество напряжения электроснабжения абонентам. Главной задачей реконструкции этой воздушной линии является снижение аварийных рисков отключения воздушных линий, а также уменьшение количества рисков и снижение времени аварийных работ. Очень важно, что уже полностью сформирован аварийный запас. На случай возникновения нештатных ситуаций, ликвидации последствий непогоды, в компании готовы действовать 32 аварийно-восстановительные бригады. Это 98 человек подготовленного персонала и 64 единицы спецтехники. В резерве энергетика в Кубани находится 7 передвижных источников электроснабжения. Таким образом, проведена большая подготовительная работа. Это лучший залог надежности энергоснабжения потребителей предстоящей зимой.